Приветствую вас, друзья! Как и обещал, после большого выпуска про Крым, приступаю к верстке отдельных тематических роликов, в каждом из которых мы уже более подробно рассмотрим те достопримечательности, которые упоминались ранее. И первым на очереди у нас Керчь. Ну, не будем тянуть с долгим вступлением, поехали. Как я уже и говорил, Керчь, на мой взгляд, самый обделенный вниманием город Крымского полуострова. Правда, в период с 2014 по 2018 ситуация была несколько иной. Ведь все мы помним те времена, когда автопутешествие по Крыму начиналось с паромной переправы. Паромы курсировали между построенными в самом узком месте пролива портами Крым и Кавказ, расстояние между которыми составляло менее 5 километров. Ооо, это были незабываемые времена. Причем, несмотря на некоторые трудности этого процесса, был некий дух романтики и авантюризма, что ли. В первый 2014 год при благоприятных погодных условиях паромы делали около 100 рейсов в сутки, перевозя почти 4,5 тысяч автомобилей и более 22 тысяч пассажиров. В 2015, после модернизации, объем перевозок уже составил 4 миллиона 700 тысяч пассажиров, более миллиона легковых и 250 тысяч грузовых автомобилей, а также 77 тысяч ЖД-вагонов. 2016 год стал рекордным для Керченской переправы. Собственно, по этим показателям рекорд не побит и до сих пор. И по итогам 2016-го Керченская паромная переправа является крупнейшей в мире по объему перевозок. В общем, несмотря на рекордную пропускную способность, количество желающих значительно превышало транспортные возможности. И приходилось ждать часами в очереди, не помогали даже электронные билеты на фиксированный таймслот. Самые невезучие, бывало, стояли по несколько суток, особенно если по погодным условиям переправу перекрывали. Но все равно мы до сих пор с ностальгией вспоминаем те времена. Помню, считалось особым везением, когда удавалось простоять в очереди менее часа. Да, пару раз нам тоже удавалось так быстро проскочить. А еще была официальная группа Порт Крым, Порт Кавказ с отдельной веткой, где народ делился информацией, кто сколько простоял, последние новости и так далее. В общем, эти неполные пять лет были незабываемы, как в хорошем, так и в плохом смысле. Именно по этой причине Керчь, являющаяся по сути входными воротами Крыма, в то время переживала настоящий транспортный бул. Автомобильный поток в городе был очень приличный, с глухими пробками и тому подобное. Ну и, разумеется, некоторая часть отдыхающих предпочитала сделать остановку в городе, чтобы набраться сил и затем дальше двигаться. Но в 2018-м, после открытия Крымского моста, потребность паромной переправе резко снизилась. Особенно в октябре, когда поток большегрузов пустили по новой транспортной артерии. Тогда же было объявлено, что рейсы будут осуществляться по фактической загрузке и при необходимости. А с 31 октября 2019 года переправа приостановила грузовые и пассажирские перевозки. Правда, перевозки ЖД-вагонов продолжались еще некоторое время, но после полного открытия железнодорожной части Крымского моста, этот последний оставшийся на переправе трафик также перешел на мост. Вот так, благодаря инженерно-техническому прогрессу, жизнь в этом небольшом городе опять вернулась в спокойное русло. И сейчас практически каждый, прибывающий в Крым, проходит мимо Керчи транзитом, лишь мелькнув взглянув на город, что остается справа. Но мы в этом году свой отпуск решили начать именно с остановки в этом удивительном месте, заранее отметив, что нам обязательно нужно посетить. Правда, культурная программа у нас по плану завтра, а сейчас духовной пищи мы предпочтем телесную. Уж очень хочется кушать, да и устали мы, честно говоря, прилично, все-таки 12 часов в дороге. Но сначала нужно заселиться. В качестве ночевки у нас был забронирован номер в отеле Променад. Это небольшая гостиница на 27 номеров в самом центре Керчи с видом на пролив. Вообще, обычно в качестве точек остановки мы предпочитаем апартаменты, это значительно дешевле, нежели номер в отеле. Но случайно увидев это место где-то в интернете, мы решили, что нужно немного изменить свои привычки. Тем более, что благодаря раннему бронированию наш комфортабельный номер обошелся нам в 6 тысяч. Такой шикарный коридор, красивый, да? Ну, 4 звезды, как-никак. Такая деловая, 4 звезды, как-никак. О, да. Самое интересное, конечно, это вот это. Ух, тут можно на катере покататься, девчонки. Одним словом, свои 4 звезды отель точно заслуживает. Ну, а теперь на ужин. Выходит, что первая достопримечательность у нас на сегодня гастрономическая. Вообще, отличных ресторанов тут полно. По идее, учитывая, что мы на море, следовало бы выбрать рыбный ресторан, тем более, что таковой имелся в шаговой доступности. Но я, как большой любитель хорошего стейка, отдал предпочтение Инки Барбекюн Бар. Собственно, там на 20.00 у нас и заказан столик. Я всегда говорил, что заведение с идеей добавляет минимум 1 балл к кухне. А это место не только с идеей, но и с характером и открытой душой. Ну, это у них так на сайте указано. Там же написано, что это лучший мясной ресторан и бар в городе. Проверим. Интерьер однозначно на пятерку. К кухне тоже вообще никаких претензий. Даже при желании не до чего докопаться. Одна подача чего стоит. По поводу вкуса, это вопрос к детям, но учитывая, как они все быстро спороли, уверен, тут тоже все отлично. Ну и, разумеется, стейк. Я не часто балую себя данным деликатесом, не самое дешевое удовольствие это, но учитывая, что рибай тут стоил немногим более тысячи, я заказал его. И с уверенностью могу сказать, что не припомню, чтобы пробовал стейк вкуснее. Прожарка, сочность, мягкость, волокнистость, все идеально. А Наталья заказала какую-то фаршированную фигню, запеченную на угле. По-моему, это баклажан, но также была в восторге. В общем, ресторан утвердый опять. А мы немного прогуляемся перед сном. Собственно, сейчас мы идем по улице Ленина. Это пешеходная улица, на которой частично воссоздана атмосфера 19 века, отреставрированы здания, установлены старинные фонари. Кроме того, тут полно разнообразных кафе, ресторанов и различных магазинчиков. В общем, все как и подобает туристической улице. Улица выходит к площади Ленина, за которой и находится наш отель. Мы порядком устали с дороги, поэтому на сегодня все. Продолжение будет завтра. Собственно, первым по плану у нас, наверное, главная достопримечательность Керчи – гора Митридат. Говорят, приехать в Керчь и не подняться на гору Митридат – это как приехать в Питер и не прогуляться по Невскому, или посетив Москву, не побывать на Красной площади. Ну, в общем, аналогия вам понятна. Эта достопримечательность и есть сердце самого древнего города России. Да, в конце VII века до н.э. на месте современной Керчи греческими колонистами из Милета был основан город Пантикопей. И акрополь древнего города как раз и располагался на горе, называемой сегодня Митридат. Причем, во время подъема на вершину мы познакомимся еще с одной достопримечательностью – большой Митридатской лестницей. Состоит она из 432 ступеней и построена была в 30-х годах XIX века. Это самое известное творение керченского архитектора итальянского происхождения Александра Дигби-младшего. Согласно задумке автора, лестница должна была лицетворять связь между античностью, греко-византийским периодом и периодом нового времени. Во время Крымской войны лестница была почти полностью разрушена, а к концу XIX века значительную часть ее элементов попросту растащили. Что примечательно, скульптуры грифонов нижней площадки были сняты и перемещены на ворота Феодосийской заставы на въезде в Керчь, где они простояли до 1941 года. В 1985-88 году была проведена реконструкция лестницы и в ходе реставрации были установлены уже новые скульптуры грифонов. Да, думаю, каждый уже понял, что это мифическое животное с телом льва и головой и крыльями орла является символом Керчи и даже изображено на гербе города. Что происходило после развала СССР до 2014 года, не вижу смысла объяснять. Что ожидаемо, в 2015-м, из-за долгого отсутствия ремонтных и вспомогательных работ, часть большой метридатской лестницы рухнула. Но в 2018-м из госбюджета выделили полтора миллиарда рублей на ремонт большой, а заодно и малой лестницы, помните, мы вчера там вечером фотографировались, который продолжался до 2021 года. И вот что сейчас представляет из себя обновленная достопримечательность. Лестницу образуют три яруса, соединяющих подножьями тридата и три террасы с проходящими по ним улицами. Ярусы объединяются смотровыми площадками, расположенными на террасах. При этом сами ярусы образованы чередованиями фронтальных и боковых лестничных маршей с площадками, объединяющими их. В отделке лестницы были использованы декоративные булюстрады и массивные каменные перила на фигурных стойках. Смотровые площадки были украшены скульптурами грифонов и декоративными вазами. Я, разумеется, не дизайнер и не архитектор, поэтому не берусь судить, насколько корректно реализован проект с этой точки зрения, но, как по мне, все идеально. Цвет, симметрия, утонченность линий и перспективы. В общем, одно удовольствие подниматься по ступеням. Хотя и жарко, несмотря на то, что еще нет и шести утра. А с вершины перед нами открывается панорама Керченского пролива и самой Керчи. В античные времена этим прекрасным видом влюбовался царь Митридат, именем которого и названа гора. История сохранила память о Митридате и Евпаторе, как о грозном владыке Черного моря. Рядом с лестницей установлен обелиск славы бессмертным героям на горе Митридат. Монумент посвящен генералам, офицерам, сержантам и рядовым отдельной приморской армии, морякам Азовской военной флотилии и всем воинам, павшим в боях за освобождение Крыма. Что примечательно, это был один из первых памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны на территории СССР. Чуть в стороне находится тематическая смотровая площадка с видом на Крымский мост. Обязательно нужно сесть на скамеечку и сделать фото на фоне белоснежных арок. Но самый лучший вид на Керчь открывается с вершины первое кресло Митридата. Здесь, в 1959 году, на пике установили вечный огонь на крыше беседки. Также отсюда открывается отличный обзор на руины Пантикопея. Вообще, территория, на которой расположена современная Керчь, была уже заселена в 7-5 веках до н.э., о чем свидетельствуют археологические раскопки, проводимые в районе поселка Маяк. Однако, история Керчи как города начиналась в конце 7-го века до н.э., когда на берегах Керченского пролива, или как тогда он назывался Боспора Кемерийского, древнегреческие колонисты основали ряд независимых городов, государств, полисов. И как раз Пантикопей и являлся наиболее крупным, мощным и, вероятно, первым полисом. Вообще, кому интересно, может сам более подробно изучить исторические события тех времен. Скажу лишь, что горная вершина Митридат и получила свое название по имени понтийского царя Митридата VI Евпатора, погибшего здесь вследствие политической и военной борьбы с римлянами, от предательства собственного сына и нашедшего последнее пристанище в располагавшемся на вершине горы Акрополе Пантикопея. Раскопки древнего города, а точнее того, что от него осталось, начались еще в середине XIX века. Это были несанкционированные поиски мифических сокровищ босфорских царей. И за короткое время, то, что не уничтожило природа и жители Керчи, использовавшие остатки Пантикопея как строительный материал, растащили кладоискатели. В общем, сейчас очертания древнего города весьма сложно узнать в оставшихся руинах. А мы идем назад. Время половина восьмого, пора будить девчонок и двигаться на завтрак. Самый важный прием пищи у нас будет в кафе, что расположено на первом этаже отеля. И после завтрака, пока народ собирает вещи, пойдемте познакомимся с еще одной достопримечательностью, благо расположена она через дорогу от нас. Это храм святого Иоанна Претечи, старейший из действующих храмов на территории Крыма. И, вероятно, на всей территории России. По последним данным, полученным во время археологических изысканий, заложена церковь правления Юстиана Великого. Стало быть, ей уже почти полторы тысячи лет, что подтверждается целым рядом различных находок. Разумеется, сохранилась она далеко не в первозданном виде. Храм неоднократно достраивали, перестраивали и реставрировали. Останки первоначального сооружения VI века, по-видимому, базилики, использовали как основание для нового храма примерно в X веке. В XIX веке к храму пристроили притворы и колокольню в ново-византийском стиле. При этом древняя часть храма, даже после всех последующих перестроек и реконструкций, сохраняет свою византийскую крестово-купольную планировку. Церковь прекрасно сохранилась. Единственное, во время Крымского ханства она использовалась как мечеть, и противоречащие учению корана росписи скрыли толстым слоем штукатурки, что привело к практически полной утрате фресок. Но во время последней реставрации штукатурку удалили, а фресковую живопись, оказавшуюся под ней, почти полностью восстановили, и сейчас это одна из достопримечательностей святыни. Ну а теперь можно идти назад. Правда, с учетом того, что девчонки еще не собрали вещи, а в это время там небезопасно появляться, предлагаю немного прогуляться по набережной. Вообще Керчь вытянулась вдоль пролива почти на 42 километра, но длина благоустроенного участка набережной составляет всего 1 километр. Остальное побережье в основном занято промышленными постройками. Хотя набережная, пожалуй, это громко сказано. В смысле, что тут нет привычной для такого места прогулочной зоны, с точками отдыха, кафе и прочими злачными заведениями. Точнее они есть, но как в анекдоте про воздушные шарики, которые вроде бы имеются, но не радуют. Зато здесь есть причал с пришвартованными яхтами, откуда можно отправиться на морскую прогулку к Крымскому мосту. Есть вариант, конечно, полюбоваться им издалека или в оптику, но удобнее непосредственно с воды, а еще лучше пройти прямо под арками. С учетом того, что утром было не особо много желающих, мы практически получаем индивидуальный тур. Вся прогулка занимает немногим более часа, и, собственно, даже не зная, что тут можно рассказать, это нужно самому почувствовать. Запах моря, свежий ветер, негромко тарахтящий дизель на корме и громадина Крымского моста, которая все ближе и ближе. Мне кажется, сейчас нет человека, который не слышал бы ничего про Крымский мост. Вообще, идея соединить Таманский полуостров с Крымом прорабатывалась как минимум с начала 20 века. Кроме того, еще в 1944 году СССР возвел Керченский железнодорожный мост протяженностью 4,5 километра. Однако он создавался скорее как временное строение и в результате допущенных при проектировании ошибок был серьезно поврежден в конце февраля 1945-го льдом, нагнанным ветром из Азовского моря. Здравого технического решения по восстановлению моста так и не удалось выработать, и часть конструкции успели демонтировать, а остатки были окончательно разрушены в 1947-м. В 70-х годах вопрос о транспортной связующей через пролив был поставлен вновь, но из-за нехватки средств проработки проекта так и не приступили. Затем данные вопросы обсуждались уже в правительстве Украины, совместно с представителями Российской Федерации вплоть до января 2014-го года. Однако весной того же года данный вопрос, что называется, стал уже неактуальным. Точнее, необходимость в нем стала острая как никогда, только изменился, так сказать, состав участников концессии. И буквально на следующий день после провозглашения Суверенитета России над Крымом президентом России перед Министерством Транспорта была поставлена задача построить и автомобильный, и железнодорожный мост через Керченский пролив. Маршрут моста выбирался из четырех вариантов. При этом учитывались протяженность перехода, наличие железнодорожных и автомобильных подъездов к нему с обеих сторон, вероятность удорожания строительства в связи с необходимостью создания дополнительных транспортных сооружений на подходных участках, а также перспективы развития порта Кавказ, железной дороги, угол пересечения сходно-морских судов, возможность направления транспортного потока в обход Керчи, экологическая ситуация, ледовая обстановка в зоне прохождения маршрута, а также наличие на территории Таманского полуострова и косы Чужка грязевых вулканов. Три варианта предлагали строительство перехода в Крым от косы Чужка, тогда как четвертый – от Таманского полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла. Последний вариант и был признан оптимальным. Без преувеличения, это была стройка Вега. Но рассказывать про нее я не вижу смысла. Во-первых, ежедневно по всем каналам шли новостные сводки о ходе строительства. А во-вторых, при этом получился бы самостоятельный ролик. Обратите внимание, на одной из опор моста нанесено граффити с изображением строителя Крымского моста. В ногах у монтажника расположился черный пес, а на руках – рыжий кот. Это мостик. Своеобразный талисман моста, прибившийся котенком к рабочим еще в 2015. Охранники приютили бедолагу, оставили на котловое довольствие и, можно сказать, определили в штат. В дальнейшем, мостик вырос в приличного котяру и уже дальше лично курировал наиболее ответственные участки работы. Контролировал установку опор моста, следил за качеством строительных материалов, ездил за рулем строительных машин. А когда мост был достроен, перед официальным открытием движения по автодорожному мосту, мостик первым прошел по нему. Кстати, после сдачи стратегического объекта, Кусатова определили журналистом в штатного основа агентства «Россия сегодня» в Симферополе, где он и по сей день ведет странички в соцсетях и в целом является успешной медийной личностью. А мы уже тем временем подошли к знаменитым аркам, поэтому еще немного статистики. Ширина основного пролета составляет 227 метров, высота – 35. Вес каждой арки составляет 10 тысяч тонн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пройдя под мостом, мы делаем разворот и далее тем же маршрутом возвращаемся назад. Получается на часах у нас 11.20, и мы еще успеваем вернуться в номер и привести себя в порядок. После чего двигаемся в северо-восточную часть города. Кстати, узнаете? Именно этим маршрутом мы все раньше добирались до порта Крым. Вон он, где-то там на горизонте. Не доезжая же до путей, уходим направо и далее по проселочной дороге проезжаем еще около километра. Все, приехали. Перед нами крепость Яникале. Точнее, северные ворота крепости. Вообще, тут табличка, что объект под охраной и проход запрещен. Но как-то все игнорируют это. Крепость Яникале никогда была ключом от Керченского пролива. Без соизволения Паши Яникале ни один корабль не смог бы свободно пройти мимо. Керченский пролив издревле был тем самым перекрестком, где пересекались интересы множества народов и государств. И не зря на гербе Керчи показан ключ, над которым изображен грифон, охраняющий этот ключ. С вершины холма пролив как на ладони, поэтому решение возвести тут крепость выглядит более чем разумно. Обеспокоенная возрастающей мощью России Курция в 1701 году срочно принялась укреплять берега своих владений. В 1703 строительство крепости было закончено. На ее постройку пошли камни ближайших античных поселений и труд многих тысяч невольников. Кстати, есть версия, что задолго до этого, в том или ином виде, фортификационные сооружения, построенные еще генуэзцами, тут уже имелись, но затем были разрушены. Турки восстановили старую крепость, и поэтому назвали ее Яникале, что примерно означает новая крепость. Крепость имеет форму неправильного четырехугольника, и, следуя крутому рельефу, расположена на нескольких уровнях. В самой же толще горы существовало немало подземных ходов и казематов, в которых турки хранили боеприпасы, провиант и прочие ценности. Правда, в настоящее время они засыпаны, дабы по ним не шастали все, кому не лень. Одновременно с возведением крепости, в нескольких километрах к северу, турки соорудили уникальную водозаборную систему. В известняковой толще горы было создано искусственное подземное озеро, куда собиралась влага, которая по подземным ходам вступала в долину, где подавалась в крепость по гигантскому каменному веду. Одним словом, гарнизон крепости был готов к любой осаде и начало русско-турецкой войны встретил полные боевой готовности. Кстати, до 1771 года этот самый гарнизон составлял чуть более тысячи человек. Вообще, Крым для России был главной целью кампании 1771 года, и поэтому на усиление гарнизона в крепости Стамбула прибыло 12 шестипушечных кораблей, 7 больших галер и до 80 малых лодок. Кроме этой флотилии были присланы и войска численностью до 12 тысяч человек. Тут стоит пояснить, что в кампаниях 1769 и 1770 годов русская артиллерия наводила панический ужас на турок, тогда как турецкая артиллерия была неповоротливой и в целом малоэффективной. В общем, узнав о том, что русский флот у Казантиба, население крепости всполошилось и ударилось в панику. Никакой подготовки к отражению русских войск даже не шло речи. Гарнизон просто не верил в прочность стен Яникале. За два дня до прихода русских войск турки погрузились на корабли и сбежали в Стамбул, за что наместник был казнен султаном. Одним словом, русским Яникале досталось без боя, и по Кучуку-Канаджийскому договору крепости Яникале и Керчь стали принадлежать России. В крепости разместился русский гарнизон численностью до 870 человек. Правда, к началу 19 века Яникале утратила военное значение, и в 1835 на ее территории разместились постройки военного госпиталя, просуществовавшего тут до 1880 года. После упразднения военного госпиталя Яникале была окончательно заброшена. И как видно сейчас, крепость находится не в лучшем состоянии, несмотря на то, что во второй половине 20 века в Яникале провели ряд реставрационных работ. Наиболее хорошо сохранились ворота, фрагменты крепостных стен и полубастион с прибрежной стороны. Кстати, как вы заметили, чтобы осмотреть его, нам пришлось перебазироваться, заодно дети открыли пляжный сезон. После того, как освежились, можно ехать дальше. Следующая остановка – Аджимушкайские каменоломни. А вот тут у нас произошел сбой. К своему великому студу все мои познания про это место сводились к следующим фактам. В мае 1942 года, во время ожесточенных боев за Керчь, более 10 тысяч солдат и 2 тысячи мирных жителей, которые не пожелали сдаваться фашистам, спустились в Аджимушкайские каменоломни, где и продолжили борьбу с врагом. И установленный здесь мемориал, как мне казалось, призван напомнить нам об этом героическом подвиге. Вот только все оказалось не совсем так. Мы сразу обратили внимание, что для посещения нужно приобрести билет. То есть получается, помимо, скажем так, верхней части, представляющей собой внушительную двухпилонную композицию, имеется еще и подземная, куда можно пройти в составе группы. Но ближайшая доступная запись на экскурсию имелась только на 15.00, а мы были весьма ограничены по времени. Кроме того, бросалось в глаза объявление у кассы, что детям посещение музея запрещено, а людям, особо впечатлительным, крайне не рекомендуется. С учетом всего этого, у нас не получается спуститься. Кроме того, у нас даже не были подготовлены теплые вещи, а в катакомбах, мягко говоря, прохладно. В общем, было очевидно, что перед нами не просто воинский мемориал, как скажем на Сапун-горе, это нечто большее. Но я даже предположить не мог, насколько. Пока мы двигались в сторону Керченской крепости, а это заключительная точка у нас на сегодня, я попросил Наташу найти и прочитать вслух подробное описание тех событий, что происходили тут осенью 1942 года. По мере того, как мы все это слушали, мне становилось жутко, и я почувствовал, что у меня побежали по спине мурашки. В ходе операции охота на дров в мае 1942 года войска нацистской Германии и Румынии перешли в наступление на Керченском полуострове и с 16 мая овладели Керчью, а весь Крым был оккупирован уже к июлю 1942 года. Войска Крымского фронта, оборонявшие город, вынуждены были эвакуироваться на Таманский полуостров. При этом часть войск численностью около 10 тысяч человек, прикрывавшая отход и переправу главных сил, оказалась отрезанной и заняла оборону в Аджимушкайских каменоломьях. Там же укрылась часть мирного населения. Гитлеровцы окружили каменоломни рядами проволочных заграждений, взрывали и заваливали входы, догнетали в подземные штольни дымы и выхлопные газы, устраивали обвалы. Кроме того, есть неподтвержденные документально сведения о применении фашистами боевых отравляющих веществ, в частности хлора. С первых дней основной проблемой оборонявшихся был доступ к воде. Сначала солдаты постоянно совершали вылазки на поверхность, используя многочисленные выходы из каменоломен, чтобы набрать воду из колодцев. Однако источники воды находились под охраной немцев, и каждая вылазка заканчивалась большими потерями. Затем немецкое командование приняло решение забросать колодцы трупами советских солдат и остатками разбитой военной техники. Тогда оборонявшиеся создали специальные отряды по сбору воды со стен пещеры. Солдаты высасывали воду из известняка через обрезки немецкого телефонного кабеля и сливали ее во фляжки. Таким образом, один человек собирал за два часа до 800 мл воды. Также в пещере был вырыт колодец глубиной более 16 метров. Несмотря на острую нехватку воды, продовольствия, медикаментов и боеприпасов, осажденным удавалось наносить удары фашистам. Четкая организация и жесткая дисциплина с первых дней превратили подземные гарнизоны в грозную силу, практически ежедневно нанося ощутимый урон врагу. Предположительно, последний бой от джамушкайцев произошел 30 октября 1942 года, в результате которого каменоломни были полностью захвачены гитлеровцами. Немногие выжившие в бою попали в немецкий плен. Пережить его смогли единицы. Если кому-то интересен сухой язык цифр, то общее число оборонявшихся каменоломни солдат, офицеров и гражданских составляло около 13 тысяч человек. После 170-дневной осады в живых осталось 48. А сколько вернулось из плена, даже неизвестно. Кроме того, осенью 1943 года немецко-румынскими оккупантами в джамушкайских каменоломнях было совершено новое преступление. Расстреляно свыше 14 тысяч мирных жителей Крыма и Таманского полуострова. Слушая все это, я понял, что слово подвиг не отражает то, что совершили защитники подземной крепости. Да в русском языке даже нет такого термина, чтобы описать это. Однако, что самое непонятное, в Министерстве обороны СССР почему-то не удостоили высшими наградами оборонявшихся. Несмотря на письма общественности, ни один из участников не получил звание Героя Советского Союза. Также подземной крепости от джамушкайских каменоломен не было присвоено звание крепость-герой, высшая степень отличия, которая присвоена Брестской крепости. После окончания боевых действий началось разминирование каменоломен, которое продолжалось несколько десятилетий, и в 1966 году здесь создали подземные музеи бароны от джамушкайских каменоломен, а в 1982 году открыли мемориал. Вот такая, даже не знаю, какой эпитет употребить, история. В общем, при возможности следует обязательно лично посетить это героическое, но вместе с тем страшное место. А мы тем временем добрались до Керченской крепости, точнее, понятия не имеем, каким образом попасть туда на экскурсию. Но вот что нам удалось уже выяснить потом. Ну, во-первых, самостоятельное посещение крепости Керчи исключено, только по предварительной заявке, либо в составе сборных экскурсионных групп, которые организуются непосредственно возле кассы. Но что самое обидное, именно сегодня, не знаю, по какой причине, музей не работал. В общем, учитывая все вновь открывшиеся обстоятельства, мы вынуждены были развернуться и, наконец, уже ехать дальше в Витино. Впрочем, дети особого сожаления не высказывали, поскольку было уже далеко за полдень, а нам пилить еще почти 5 часов. Но, тем не менее, некоторый видеоматериал с дрона у меня имелся. В общем, дополню его небольшим рассказом. Расположенная на мысе Акбурун, на берегу Керченского пролива, самая узкая его часть и крепость, была построена в 19 веке для охраны южных рубежей Российской империи. Вообще, первые укрепления на берегу Керченского пролива возникли еще в 1771 году. На мысе, названном Павловским, была расположена первая батарея, которая впоследствии неоднократно перестраивалась и усиливалась. После Крымской войны по условиям Парижского мирного договора 1856 года Черное море объявлялось нейтральным, а России было запрещено иметь здесь флот и военные порты. Укрепление же пролива не противоречило условиям мирного договора, поэтому уже в апреле 1856 были даны указания направить в Керчь саперные подразделения для изучения местных условий и съемки местности. В августе саперы приступили к работам на месте бывшего французского лагеря. Первоначально рассматривалось усиление старой турецкой крепости Яникале, расположенной в глубине Керченского пролива. Помните, мы и там только что были. Но в декабре 1856 года был предложен новый проект, согласно которому укрепления располагались на Павловском мысу. Крепость являлась одним из самых масштабных фортификационных сооружений на территории Крыма и в качестве военного объекта использовалась вплоть до развала СССР. В состав крепости входит не только скажем так цитадель, которую демонстрируют туристам в ходе экскурсий, но и целая серия передовых сооружений в разной степени сохранившейся до нашего времени. Рельеф вокруг крепости также является творением человеческих рук, созданным в целях удобства обороны и защиты сооружения. Также была возведена искусственная береговая батарея, представляющая собой 300-метровую цепную косу. Дополнительные усиления были созданы и на мысе Акбурун. На самом деле большая часть крепости скрыта под землей, а ее наземные части настолько хорошо замаскированы, что их практически не видно земли, воды и воздуха. Что примечательно, некоторые подземелья крепости до сих пор малоисследованы. Например, в августе 2019-го во время работ был обнаружен склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, на котором хранилось 1700 осколочных авиабомб калибром 2,5 кг каждая, а также одна 100-килограммовая фугасная авиабомба. Вообще про крепость Керчь написано очень много, а фотографию еще больше. И те, кому это интересно, могут самостоятельно найти интересующие сведения. Но настоятельно рекомендую лично посетить этот уникальный памятник. А на сегодня у нас все. Как оказалось, кавалерийским наскоком осмотреть Керчь не получилось, что, впрочем, было ожидаемо. Нам удалось посмотреть лишь малую часть ее достопримечательностей, а их тут хватит на полноценный отпуск. Царский курган, памятник античной архитектуры второй половины 4 века до н.э. усыпальница одного из правителей династии спартакидов, еще одно античное городище Теритака, склеп Диметры, античный город Мермикий, основанный ионийскими греками в середине 6 века до н.э. Древняя погребальная сооружениями Легчисменский курган, мемориальный комплекс Ильтиген, больше известный как парус, посвященный операции Ильтигенского десанта 1943 года, Каяшское озеро, Булганахские грязевые вулканы, озеро Чакрак, да я могу долго продолжать, в конце концов та же самая Керченская крепость, там реально нужно несколько дней на ее изучение. Кроме того, тут вполне можно найти места и для пляжного отдыха, одни генеральские пляжи чего стоят. В общем, делайте выводы сами, а мы на сегодня с вами прощаемся. И следующим по плану у нас ролик про штормовое. Всем пока.